Добрый вечер. Вот сейчас возник разговор о цензуре. Сразу я как будто перенёсся в те времена, когда, собственно, эта цензура нас сопровождала, нашу жизнь кинематографическую в частности. И вот я вспоминаю тоже незначительные по масштабу факты, но именно вот эти маленькие факты, они как-то особенно пронзают, я бы сказал. Например, выходила в то время, это было уже где-то незадолго до перестройки, энциклопедия, очередная советская энциклопедия, малая, по-моему, или энциклопедический словарь. В общем, там была статья про Анжи Вайду, известного знаменитого польского режиссёра, который в то время попал в опалу в нашей стране, потому что он поддерживал польскую солидарность, в общем, считалось, что он предал идеалы социализма. Ну хорошо, в конце концов, напишите, что он там предал идеалы социализма или что хотите. Нет, нужно было эту статью полностью изъять из энциклопедии, как будто бы такого человека не существует. Но поскольку этот том уже пошёл в печать, технически это было сделать очень трудно, надо было перевёрстывать всё, и это были огромные расходы, ну, в общем, проблемы. Тогда вышли следующим образом из положения. Ну, маленькие как бы вправки можно было делать, значит, Вайда там уже был, деваться от него было куда-то трудно, поэтому написали Вайда – вид сорной травы, растущей там в таких-то областях, там, России или, не знаю, каких-то других стран. Вот, и таким образом всё было замечательно. Другая история. В книге, посвящённой французскому кино, в конце, вот как положено было, так называлась фильмография, то есть список фильмов и фамилии их создателей. И вот там была одна французская картина, главной роли в которой играли Симона Сеньюре и Евмонтан, знаменитейшие французские актёры того времени, которые, кстати, были большими друзьями Советского Союза в какой-то период, ездили сюда, восхищались тут всем, но потом изменили свои взгляды, значит, и тоже считалось в тот период у нас, что они как бы предали Советский Союз, они стали плохими, превратились, были хорошими, но стали плохими, и поэтому их следует не только не показывать фильмы с их участием, но вообще считать, как будто бы их просто не существует. И вот выходит фильмография, это, значит, шапка как бы этого фильма, где написано, сейчас забыл название даже картины этой, но помню, что режиссёр такой-то в главных ролях, двоеточие, и дальше идут исполнители всех второстепенных ролей. Но то, что там играет Монтана Сеньюре, великая тайна. Вы поминали здесь Андрея Смирнова, моего коллегу, с которым мы вместе как раз работали, о чём немножко речь пойдёт позже, и помню его фразу. Вот в тот период мы были страшно разграничены, когда мы обсуждали разные фильмы, защищали фильмы, которые пытались ещё запретить. Это было уже время перестройки, но ещё как бы инерционно продолжались какие-то попытки цензуры. Смирнов сказал, «Лучше любая порнография, чем любая цензура». Значит, всё на свете, в общем, нет ничего ужаснее цензуры. В общем, действительно, мы ненавидели эту цензуру, всячески с ней боролись, думали, что мы победили эту гидру, и теперь будем жить, ну вот как Испания, например, победила, франкизм рассчиталось с прошлым, и там появились Эльмадовар, в общем, другие замечательные режиссёры, полная свобода, там сексуальная, всякое прочее, и вот у нас будет то же самое. Ну, действительно, у нас то же самое, в общем, в каком-то смысле возникло на каком-то этапе. Конечно, мы не предполагали, как это всё обернётся, и что эта гидра оказывается многоголовая, что она одну голову отрубишь, но довольно скоро вырастает другая. Ну, я сам попал в эту историю, каким образом? Кратко хочу вам рассказать. Меня выбрали в правление, в секретариат союза кинематографистов на Пятом съезде. Это был вот тот знаменитый съезд, когда все выступили против, в том числе и против Полочного, против того, что есть прекрасные фильмы, которые лежат на полке. В это время ещё лежали на полке фильмы Германа, Климова, и Муратова, и Сокурова, и огромного количества других режиссёров. И об этом впервые заговорили на съезде. Это тоже было абсолютно табу. Об этом говорить было нельзя. Я помню, что мне удалось там каким-то образом немножко написать про фильм Сокурова до перестройки, но это было, в общем, каким-то обходным путём удалось сделать. Это было очень сложно. Начиная с этого съезда, всё изменилось. На следующий день после съезда я поехал в Тбилиси совершенно по другим делам. И там встретил Евгения Евтушенко, который, он не был на съезде, он слышал по радио или по телевизору, что этот съезд произошёл, он был страшно возбуждён и говорит, но вы же знаете, вас выбрали в секретариат, а тут лежит на полке фильм «Покаяние», который совершенно запрещён, его нельзя увидеть. И мы начали делать всё, чтобы эту картину вытащить. Мы встретились с Резучей Хейзой, я все хорошо знал этих людей, всех с Ингизом и Буладзе, режиссёром, и устроили там тайный просмотр на студии, после чего картину вывезли в Москву. Практически тайно от руководства. Ну, а когда я приехал в Москву, то выяснилось, что за это время меня как раз избрали председателем конфликтной комиссии, и я должен теперь как раз заниматься вот этой работой, а именно снятием с полки фильмов, запрещённых нашей цензурой. Сначала мы думали, что в нашей комиссии работало много людей, там, например, Ирина Рубанова, кинокритик, она была моим заместителем, потом тот же Андрей Смирнов, там очень многие люди присоединялись, потом выходили как-то там, но на протяжении двух лет эта комиссия вот в таком переменном составе очень активно работала, и мы вытащили с полки более 250 фильмов. Вначале мы думали, что их там всего, ну не знаю, максимум 20, те, которых мы слышали, например, «Агония» там, ну, кстати, «Агония», по-моему, уже в это время была выпущена, но в ряд таких вот громких фильмов, ну, «Комиссар», предположим, Аскольдова, да, фильмы Киры Муратовой, Сокурова, это мы знали, но мы не знали о множестве других фильмов, которые лежали иногда под кроватью у режиссёра. В какой-то момент стало модным иметь полочный фильм, к нам приходили режиссёры, некоторые говорили, «У меня есть полочный фильм». Мы говорим, «Покажите, пожалуйста». Выясняется, что этот фильм три раза прошёл по центральному телевидению. Было очень важно, что эти фильмы были реабилитированы, то есть среди этих картин мы потом создали их классификацию. Сейчас нет времени, я бы мог подробно об этом рассказать, но вот просто мы как бы разделили, там была, конечно, идеологическая пола, где было сразу понятно, что, например, фильм там, или вообще там в Госфильмофонде у нас существовал моральный спецхран, моральный спецхран и политический спецхран, то есть там хранились фильмы, чаще всего зарубежные, но некоторые советские тоже, которые были запрещены, предположим, убийство Троцкого. Понятно, что слово «Троцкий» было табу, поэтому в какой бы уж там фильм ни был, но он был запрещен. Были фильмы, например, фильмы Буниэля, там «Дневная красавица» или «Бергмана», «Молчание». Они лежали в моральном спецхране, потому что там показывались какие-то эротические сцены, в общем, и так далее. Это всё было чуждо нашей идеологии, но всё-таки с точки зрения морали. Что касается наших фильмов, то классификация очень сложная. Была так называемая ведомственная полка. Вот снимается какой-то фильм абсолютно невинный на тему колхозной жизни, мелодрама о любви доярки и механизатора. И всё это на фоне красивой природы. Ну, там какие-то конфликты происходят. Министр сельского хозяйства. А там же они все как-то между собой дружили и как-то общались, министры наши. Министр кино пригласил министра сельского хозяйства. Тот посмотрел, не годится. Очень мрачный образ нашей деревни. В общем, на фильм накладывается запрет. И так далее. То есть понятно, что там количество этих табу разрастается. Иногда абсолютно трудно было понять, почему, собственно говоря, вот тот или иной фильм запрещен. Но понятно, что фильмы Параджановы, предположим, хотя в них ничего не было антисоветского совершенно. Но просто этот сам человек своим видом и поведением, он, в общем, как бы был настолько против всей системы, как-то не соответствовал ей. Ну, например, его послали один раз за границу, даже хотели послать на какой-то фестиваль. У него же фильмы гремели на фестивалях мира, «Стени забытых предков». Ему сказали, вот вам билет, вот это туда, значит, и обратно. Он сказал, обратно мне не надо. Ну, пошутил. Конечно, он остался здесь надолго. На самом деле в них находили какие-то там мистические, религиозные мотивы, которые, значит... Но на самом деле проблема была в другом. Просто наши начальники, и цензоры в том числе, и редакторы, они не понимали этих фильмов. Они не понимали метафорический, сложный какой-то язык. И поэтому им казалось, что раз они что-то не понимают, там что-то прячется, что-то всё равно не то. Как говорили, фиалки пахнут не тем. Вот что-то всё равно обязательно протащили какую-нибудь крамову. Поэтому лучше на всякий случай этот фильм запресить или, по крайней мере, притормозить. Вот. Ну, значит, переходя уже к более... Собственно говоря, вот в какой-то момент наша работа завершилась, потому что стало понятно. Те уже какие-то знаменитые фильмы мы вытащили. Далеко не все фильмы вышли в прокат. Мы рекомендовали их, мы просто их легализовывали. А дальше уже решали другие люди, стоит этот фильм выпускать, давать ему там дополнительный тираж, выпускать прокат. Многие фильмы действительно вышли, а некоторые просто были легализованы, и на этом всё завершилось. В наше время, ну как бы уже переходя к нашим дням, что можно сказать? У нас официальная цензура, как известно, не существует её, так же, как и Симона Семересова, Монтана. Но на самом деле, конечно, мы всё время чувствуем её какое-то близкое присутствие, какое-то её дыхание. Ну, я не знаю, там можно приводить много примеров. Есть какие-то более-менее видимые знаки, когда, предположим, сценарий фильма «Чайковский», написанный Кириллом Серебренником, замечательный сценарий, и арабовым, так и не смогли довести до производства, до финансирования. Всё это утонуло в дискуссии о том, был ли Чайковский гомосексуалистом, или это, значит, ему специально приписали враги русской культуры. И в итоге картина не состоялась, и думаю, что вот эти какие-то следы этой дискуссии, они дошли, в конце концов, и до того, что до инициаторов этого самого позорного процесса, который ещё не закончен. Или, предположим, фильм «Мендадзе», «Мелый Пётр», «Дорогой Ганс», в котором была показана ситуация сотрудничества советских и немецких предприятий на промышленной основе уже перед самой войной, периода Пакта Молотова-Риббентропа. Но поскольку такого сотрудничества не было, мы теперь уверяем, что этого не было совершенно, то действие фильма требовалось перенести в 1930-й год, не с 1940-го, в 1930-е, как будто оно было, но только гораздо раньше. Но тогда терялся всякий смысл в фильме, потому что там весь смысл был в том, что это всё очень близко, и тут же вспыхивает война. А тут вообще непонятно что. Ну, всё-таки Мендадзе сказал, «Да, я всё переделаю, значит, конечно, в 1930-й год перенесём всё, ничего не переделал, и, в общем, в конце концов, плюнули». То есть наша цензура, она сейчас такая. Иногда она может позволить себе какие-то всё-таки слабости. С другой стороны, чаще всего эта цензура, конечно, носит обходной характер, экономический прежде всего. Но мы это видим просто потому, что сравним, когда я много бываю на кинофестивалях международных, и вижу фильмы, которые представляют, ну, не знаю, там, англичане, там, Аргентин, фильмы социальные, где стоятся действительно острые проблемы. Наше кино очень редко поднимает такие вопросы. Ну, я уже не говорю про темы, там, Украина, Донбасс, это вообще табу, Чечни, там, какой-то период был совершеннейший табу. Понятно, что просто на эти темы-то никто никогда не найдёт финансирования. Конечно, можно пытаться найти какие-то независимые источники, но потом этот фильм, конечно, не получит проката. В любом случае он будет подвергнут, ну, всяческой травле, как вот, например, был подвергнут травле фильм «Праздник», там, хороший, он плохой, не в этом дело. Но он был подвергнут травле уже изначально, потому что он вот взял запретную тему блокады, показал, ну, вы понимаете, о чём идет речь, как бы, показал блокаду с несколько другой стороны, что не положено. К сожалению, вот это вот косвенное развитие цензуры, которое мы всё время наблюдаем на протяжении последних десятилетий, оно, в общем-то, очень плохо повлияло на развитие нашего кинематографа. Понимаете, с одной стороны, это очень тонкая вещь. Вот, например, Луис Бунель, знаменитый испанский режиссёр, говорил, у него такая фраза есть, там, все знают, как я ненавижу цензуру, и всю жизнь с ней боролся. Но только Бог знает, как многим я обязан цензуре. Потому что в каком-то смысле вот то, что там была цензура, это заставило, в Испании имеется в виду, при Франко, заставило Бунель искать какие-то другие способы выражения, обходные пути и эзопов язык, и, в общем, ну, в каком-то смысле, если так огрублять, в общем, не без этого возник сюрреализм, как метод. В общем-то, у нас тоже мы наблюдаем, что, несмотря на всю эту цензуру, какие прекрасные фильмы сделали там Алексей Герман, и умели, в общем, рассказать там о многом, и Кира Муратова, и множество Климов, множество других режиссёров. Но, разумеется, это не означает, что цензура – это благо. И, с другой стороны, мы видим, что когда цензура как бы перестала существовать, ну, по крайней мере, вот в том виде, то кинематограф растерялся, потому что до этого была стена, и все эти режиссёры, тот же Герман, они как бы всё время против этой стены должны были вот так стоять, и это накачивало им мускулы художественные. Когда эта стена рухнула, они оказались, в общем, ну, не имею в виду Германа в данном случае именно, но вообще как бы общее ощущение было такое. Что касается молодого поколения, которое уже пришло после, оно всё-таки было очень инфантильным, и для того, чтобы оно сформировалось, нужно было большее время. И уже в начале нулевых годов у нас начала формироваться режиссёрская новая волна. Действительно, пришли интересные люди Звягинцев, Попогребский, Хлебников и так далее. Их довольно много. Это было ощущение некого движения вперёд. Я уверен, что это бы нашло своё продолжение, если бы не вот все организационные, на самом деле направленные на запреты преобразования, которые произошли в структуре нашей кинематографии. И теперь, спустя 10 лет, мы видим, что эта новая волна фактически рассосалась. Одни режиссёры ушли в сериалы, другие ещё куда-то, и в коммерческое кино. И, в общем-то, у нас кино, как явление, о котором можно говорить всерьёз, почти не осталось. Как мы говорим, у нас фильм «Дылда», например, выдан на «Оскар». Это замечательный фильм. Понимаете? Но это один фильм, по сути дела. Ну и хорошо, но есть ещё два-три, которые не стыдно показать на каком-то крупном международном фестивале. И всё. Это очень мало для такой страны, как Россия, как крупнейшая кинематография. Это, с моей точки зрения, результат вот этой самой, того, что цензура эта вновь возродилась, подняла голову и продолжает уничтожать искусство. Вот.